В то время надо было, я сам художник, надо было поработать, но к счастью, что у меня школа, вот наша школа, российская школа, Кордовского, школа Чистякова, школа Лепина, Кордовского, вы знаете, там нас получали в художной школе памяти, зритель памяти. Вот так мы сначала делаем рисунок, а потом уже там помещаем весь квадратический строй, и уже когда приезжаешь, тут же, значит, пока еще, погромче, начинаешь делать московскую речь. Вот я вот так вот, если будет возможность у вас через Татьяну Глебину узнаете тогда, в конце года, где-то ноябрь, декабрь, будет твоя выступка. Я буду очень рад, если вы придете на выставку, там будут продаваться вот какие-то, постараюсь, чтобы это было очень недорого, вот, чтобы доступно было каждому альбомы вот такие мои, вот такие вот. А самое главное, Александр Михайлович, вот я думаю, что, конечно, я обязательно сообщу, когда это будет, в следующем сезоне, самое главное видеть работы, подойти к работе, ощутить, потому что ни одна иллюстрация, вот здесь, конечно, после нашей встречи, здесь можно подойти, посмотреть картины, это очень, все равно в любом случае это впечатляет, потому что это интересный художник очень. Но когда, когда подходишь к картине и видишь вот это живое, живопись, живопись, понимаете, то совершенно другое ощущение. Вы знаете, я особо откровенно, что, вот, вот так говоря, правильно, опять-таки, застрелил вопрос, потому что это именно живое ощущение, живопись. Я рад тому, что вот в художественной школе я учился. У нас приучали к такому, знаете, вот, к памяти, к памяти, да, потому что в памяти остаются самые нужные вещи. Все второстепенные, они уходят. И поэтому, когда вот ты смотришь вот эти экраны, вот эти наброски, а потом видишь какие-то вещи, остается то, что у тебя, вот здесь, вот здесь, в художественной школе, и тогда ты уже выражаешь. Потому что у нас у многих художников были слайды, многие художники фотографировали, и слайды их невольно притягивали к тем местам, которые они фотографировали. А уже от этого впечатления, оно размывалось. Вот когда, вы знаете, вот, я писал вот эту самую Венецию. Вы знаете, да, да, Венеции много, Сиена, город, очень интересный Сиена. Вот вы знаете, Сиена, вот, расположена так, котловина такая, котловина, и вот дома прям по котловине, ну, до самой низу площади. И вот, когда какие-то у них мероприятия идут, городского масштаба, все уходят на скамеечку около своего дома, и служб, и кто говорит там внизу. Вот он говорит, они его аплодируют, или наоборот, топнут на гаду, они их готовят. В общем, вот так проходит. И вот, что меня поразил в Сиене, в Сиене, вот я когда, вот, ну, там, перекусили немножко, мы там долго не были, и вдруг я смотрю, женщины вот эти, официантки. Я был поражен просто, вы знаете, это как будто с картины Ивана. Вот такие у него, вот, из-за того, профи, такие, знаете, обыкновенные, красивые. И вот, я вот невольно поразился, и спрашиваю переводчицу, я говорю, скажите, в чем дело, что специально подбирают, вот сюда, они говорят, для этого только смотрите здесь, а вы посмотрите, походите по всей Сиене, там такие все женщины. Оказывается, она мне рассказала, что самые красивые женщины в Италии, это Сиене, самые красивые мужчины в Италии, это венецианцы. Вы знаете, ну, сейчас уже венецианцы, уже не те, там, уже, климат изменился настолько, что там очень трудно находиться, вы знаете, вот мы в гостинице жили, погода менялась очень быстро. И вот, немножко, с какие-то тучи, все, вот такое впечатление, что зажишься в постель, и она вся мокрая, вся мокрая. Влажность такая огромная, что, ну, невозможно просто. И, конечно, этот климат действует на людей, видимо, может быть, тогда раньше была специфическая, специфическая, пищевая была, образ жизни немножко был другой, наверное, какой-то, вот более такой, ну, как-то оздоровительного плана. А вот сейчас, с вами надо, как-то, вне каждого этапа. Спасибо, Тасимий, кстати, Михайлович, мы продолжим, мы будем с вами сказать, пожалуйста, спасибо. Друзья мои, поскольку я так заканчиваю, короткое такое, я первый раз в этом году вижу вас, вы меня, может, мне поздравить вас, с наступив уже и по старому, и по новому, и с обществом, вот, всеми этими событиями, вот, в этом году. Вот я вам желаю всем самого хорошего, самого доброго, вот, чтобы у всех вас было желаний. И здоровье, самое главное, буду. Спасибо. Спасибо. Вот, Сергей Михайлович, в основном, вот, итальянские впечатления у нас иена, и... Венеция, да? А у меня сложились колоссальные впечатления от Флоренции, городе Ассизи, да, городе Данте, городе, в котором родился Данте, в котором он жил, сотворил божественную комедию. И вот, знаете, когда я после Италии приехала, ну, меня вообще никто это просто не узнал даже, потому что у меня были такие глаза, такие окрыленные, что я сама, знаете, действительно, вот как во сне ходила. У меня какой-то момент, наверное, ну, несколько месяцев я приходила в себя, а потом я написала, и у меня, я посвятила свою итальянскую тетрадь Флоренции, городу Данте. И вот я хочу сказать, что сегодня у нас премьера, потому что я попросила Галину Бетюцкой, она сегодня первый раз будет это петь. Это будут два фрагмента из итальянской тетради моей. Первый фрагмент называется «Ария Бокалис», и это посвящено Мадонну, которая в картинах Рафаэля. Вот, я вот так и слышала это. И вторая, второй фрагмент будет сонет на оленные стихи Данте. Вот я приглашаю на сцену Галину Бетюцкую. Галину Бетюцкую. Галину Бетюцкую. Галину Бетюцкую. Галину Бетюцкую. Галину Бетюцкую. КОНЕЦ 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ